Первый снег и первые морозы кому-то дарят радость, а кому-то напоминают. Отопительный сезон уже стартовал, и важно подумать не только, как обогреть свое жилье, особенно в частном секторе, но и как это сделать безопасно. Специалисты Госэнергогазнадзора рекомендуют владельцам квартир и домов, где используется газовое оборудование с организованным отводом продуктов горения, установить автономный сигнализатор обнаружения угарного газа. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, и на организм человека действует незаметно. В квартирах и домах угарный газ чаще всего образуется при работе печного отопления и различных газовых приборов. Если в дымовом канале нарушена естественная тяга, газ поступает в помещение. При этом, как я уже и ранее говорил, определить его присутствие невозможно. Единственный гарант того, что в помещении концентрация угарного газа не превышает допустимых норм, это установленный специальный автономный сигнализатор. При обнаружении угрозы повышенного содержания угарного газа, прибор подает звуковой и световой сигнал до тех пор, пока концентрация вредного вещества не снизится. Рекомендуется извещатель устанавливаться в помещение с водогрейным и отопительным газовым оборудованием. Специалисты говорят, угарный газ не зря прозвали невидимым убийцей. При попадании в организм он связывается с гемоглобином и блокирует передачу кислорода в клетки. Кстати, обычный пожарный извещатель в случаях повышенной концентрации угарного газа в воздухе не реагирует. В Госэнерго-газнадзоре также напоминают, правилами пользования газом в быту предусмотрено. В зимнее время раз в месяц важно проверять техническое состояние домовых и вентиляционных каналов во всех жилых домах. Если дымоотводные каналы засоряются, обмерзают, закупориваются или по другим причинам в них попадает тяга, угарный газ начинает накапливаться в помещении. На это в обязательном порядке должны обращать внимание представители ЖУ, председатели КИЗов и ЖСПК, а также все потребители газа. Помните, газ опасен только при халатном отношении с ним. А безответственное отношение к газовым приборам может привести к трагическим последствиям.